Кирилл Толмацкий, которого все знают как Децела, умер в заштатном ночном клубе в Ижевске. Ему неожиданно стало плохо, начали неметь руки. Он просил у друзей обезболивающее, потом потерял сознание. Врачи скорой помощи не смогли его откачать. Журналисты вспомнили о Децеле только в связи с его кончиной. До этого о нем было не слышно более 15 лет. Все это время певец продолжал заниматься музыкой. Но это был совсем не тот масштаб, к которому он привык в юности. Децел выступал в маленьких клубах, получая за это копейки. Бывшая звезда стала так называемым «збитым летчиком». Децел жил в большой квартире, которую ему купил отец. Но содержать ее рэперу было непросто. Гонорары у бывшей звезды были мизерными. Иногда были периоды, когда он зарабатывал всего 30 тысяч рублей в месяц. В то время как в 16 лет Децел мог просто поужинать на такую сумму. Повзрослевший Кирилл с горькой усмешкой называл себя финансовым нищебродом. А ведь когда-то песни Децела звучали, как говорится, из каждого утюга. Юного артиста даже пригласили в Нью-Йорк на вручение премии MTV Video Music Award. Привет, я Децел. В Москве, в России тоже есть хип-хоп. Мы открыты для всего нового. Мир всем. Ну вот, вот эту вот... Вот эту статуеточку он получил в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. После вручения премии Децел хвастался, что он пожимал руку моби и ходил в туалет вместе с Эминем. У 16-летнего парня, которого полгода назад еще никто не знал, брали интервью журналисты центральных каналов и радиостанций. Чего, говорят, родители, когда приезжают? А ничего, все чисто. Его приглашали на гастроли в Европу и США. Гонорары у юного артиста были космические. Он не знал цену деньгам. Он мог угостить всех в баре или вывезти компанию друзей на выходные в Майами за свой счет. Мы умеем отдыхать, мы еблок на все. Все нормально, а главное не париться. За быстрым успехом Децела стоял его отец, продюсер и бизнесмен Александр Толмацкий. Первые деньги он сделал на джинсах. В конце 70-х у себя дома шил брюки и продавал их как фирменные. Занимался и торговлей музыкальной техникой. Я как, ну я всю жизнь сделал то, что запрещено. То есть я не делал криминала, вот того, которым в сегодняшнем понимании криминал, но я покупал, продавал. Все, что было запрещено в Советском Союзе, я делал. Он даже был осужден за спекуляцию. Но потом времена изменились. Толмацкий начал организовывать концерты и дискотеки в столичных клубах, а потом стал музыкальным продюсером. Раскручивал Олега Газманова, группы «Комбинация» и «Восток». «А сколько твоему сыну лет?» «13?» – спрашивали у Александра друзья, собравшиеся у него дома, глядя, как Кирилл катается на скейте. «Ему 16 скоро. Просто мелкий. Децл», – ответил Толмацкий. «Децл?» – друзья рассмеялись. «А что, крутое прозвище?» Так Кирилл получил свое сценическое имя. На 16-летие Толмацкий решил подарить сыну песню. А чем еще отец-продюсер мог порадовать парня, у которого все есть? «Волна девять, пятница, столица веселится с пацанами, мы готовимся на тусу выдвигаться, кирпичные стены, забомбили по дороге мое имя Децл, всеми цветами радуги». Клип неожиданно оказался рейтинговым, и отец Децла решил воспользоваться ситуацией. Он купил эфиры чуть ли не на всех радиостанциях. В 90-е Толмацкий зарабатывал огромные деньги. Его сын Кирилл рос золотым мальчиком, много путешествовал, учился в частной школе в Москве, а потом и в Швейцарии. Его жизни мог позавидовать любой подросток того времени. Модные шмотки, плеер, скейт. Со временем учеба стала мешать гастролям Децла. И Толмацкий предложил сыну выбор – либо учеба, либо выступление. Нетрудно догадаться, что выбрал 16-летний парень. Мать Кирилла, Ирина, была категорически против такой карьеры. Она была домохозяйкой, специально уволилась с работы, чтобы заниматься ребенком. Много времени проводила с сыном. Он очень много гастролировал. Если помните, на тот момент это был просто бум, такой проект. Я, честно говоря, не хотела этого. Я хотела, чтобы мой сын был дипломатом. Ирина считала, что мальчику надо дальше учиться. Что мировая слава в 16 лет, обрушившаяся вот так сразу, может его испортить. Ее поддержал даже коллега Толмацкого, продюсер Влад Валов. Я был против, чтобы он заканчивал учебу. Это вопрос как раз к Саше и Ватсу. Потому что, в принципе, он жил по понятиям, куй железо пока горячо. Я был противником, и с ним спорил, говорил, что нужно, чтобы он доучился. Я уже не говорю о высшем образовании. Хотя бы среднее образование надо закончить. Далеко не все выдерживают испытания медными трубами. И действительно, Децл быстро, что называется, словил звезду. Он почувствовал себя крутым. Ему казалось, что так будет всегда. Последние 15 лет своей жизни Децл продолжал выступать, записывать песни. Тексты стали философскими. Музыка сложнее. Только вот слушать новое творчество певца никто не хотел. Надоело нервничать и кричать. Надоело жить, надоело умеать. Его захватила идея вселенского разума. Стал искать свой духовный путь. И многие шутили над ним, говорили, что у него в голове опилки, вот посеянные, может быть, этим вселенским разумом. После ссоры с отцом Децл лишился его денег и связей. С первых строчек хит-парадов он опустился в самый низ. Теперь музыкант выступал не на стадионах, а в небольших ночных клубах Урала, Сибири, Краснодарского края. День города Сестрой. Вечеринка в честь открытия автосалона в Вологде. Юбилей заместителя поселкового главы. Вот что стало полем деятельности Децла. Падение Децла началось после конфликта с папой. В 16 лет, попав в чарты российских радиостанций, он стал отказываться выполнять требования своего продюсера. Секретарша отца передала Децлу его расписание на завтра. 12.00, съемки кулинарного шоу. 17.00, эфир на радио. 20.00, выступление. У меня другие планы. Мне постоянно навязывались какие-то интервью, какие-то съемки, какие-то сборные концерты, все-таки промо. То есть какой-то такой левак, который меня не совсем устраивал. Децл стал взрослеть и понимать, что на эстраде он папенькин сынок. Все его так и воспринимают. В какой-то момент парню надоело быть марионеткой. С Децлом Александру было сложнее, чем с другими артистами. Сына так просто не уволишь и не оштрафуешь. Разборки продолжались и дома. Кирилла поддерживала мать, Ирина Толматская. Поговорила с одним, поговорила с другими. Говорю, ребят, найдите компромисс. Сын, найди вот в этом. Саша, найди вот в этом. И сходимся. И приходим к общему знаменателю. Ирина Толматская обвиняла мужа в том, что тот видит в сыне только коммерческий проект. Но реализовывать его было все сложнее. Из-за поведения Децела. Он выхватил звездную болезнь. Я это все видел. Очень сильно работали с ним. Он у меня получал подзатыльники. И под зад я ему давал частенько за все. Он знал это. То есть мы разбирались друг с другом. Без каких-либо свидетелей. И я ему, ну, его, можно сказать, лечил от этой болезни. У Децела был заключен с фирмой отца контракт на целых 50 лет. Точно такие же условия Александр Толматский предлагал и другим артистам. Но многие не соглашались. Плюс ко всему, по условиям контракта, артист получал только небольшую часть заработанных гонораров. При таком раскладе Децел для компании Толматского был настоящей золотой жилой. Вокруг мальчика появилось немало доброжелателей, которые внушали ему, что несправедливо отдавать отцу половину своих гонораров. Но конфликт произошел не из-за денег. В жизни Александра Толматского появилась новая любовь – танцовщица Анна. Она была студенткой первого курса Института физкультуры. С детства занималась танцами и устроилась на подработку в клуб, где и познакомилась с Толматским старшим. Анна была практически ровесницей Децела. Соответственно, все тут же повелись на эту тему, бросили своих жен, и завели себе молодых любовниц, все модненькие, туда-сюда. Однажды, когда Александр Толматский с Анной целовались на заднем сидении машины, их заметил Кирилл. После этого отец Децела понял, что все стало слишком серьезно, и ему пора уходить от жены. А Децел понял, что ему пора уходить от своего продюсера. Он считал, что это предательство – уйти к подростку, девочке, и оставить маму ни с чем в таком возрасте. Александр попытался познакомить сына со своей избранницей, но Децел не стал с ним даже разговаривать. Он разорвал контракт с продюсерским центром отца и ушел, хлопнув дверью. После того, как я ушел из семьи, он принял сторону матери, он занял позицию матери, не воспринимал мою позицию. Роман Толматского с танцовщицей Анной закончился свадьбой. В их браке родилось двое детей, но Децел с ними не общался. Он видел только маленького Федора. Даже на руках его держал. Анфису маленькую он никогда в живьем, ну, в живую не видел. Он как-то был настроен не очень хорошо в их адрес. Децел поссорился со своим отцом, когда тот ушел из семьи и не помирился с ним до самой своей смерти. Я ему не запрещала никогда общаться с отцом. Я ему говорила, Кирюш, может быть, он тебе поможет как-то. Он говорит, у нас с ним разные взгляды. Кирилл не собирался прощать отца. Не хотел просить у него помощи. Когда Децелу было 22 года, у него родился сын Тони, и для Кирилла открылся другой мир. С матерью своего ребенка Децел познакомился на одной из своих вечеринок. Утром все гости разошлись, а девушка Юля попросилась остаться, пока не откроется метро. Децелу надо было уезжать на гастроли. Он просто дал ей ключи и сказал, оставайся. Юля осталась, как потом оказалась навсегда. Новая пассия сразу не понравилась его отцу Александру Толмацкому. И вот эта девушка к нему сразу приехала. Она, когда зашла, увидела все это. И клещами в него вцепилась. И вот так все это закончилось плачевно. Обычно жены следят за здоровьем мужей, не портят там нервную систему. Там много гадостей в течение их жизни. Столько было. Я просто не хочу эту помойку всю ворошить. Юля была начинающей моделью. После знакомства с Кириллом она оставила подиум и посвятила себя семье. Оба мечтали о ребенке. Когда Юля забеременела, Кирилл был на седьмом небе от счастья. Он читал книги для будущих родителей, сам принял роды у жены. Тони родился дома, в ванной. Когда сын подрос, Децил, приходя после концерта домой под утро, сам кормил его завтраком, будил, вез в детский сад и только потом ложился спать. При этом Кирилл не был вписан в свидетельство о рождении Антония. В графе «Отец» у мальчика стоял прочерк. По словам Юлии, это было сделано специально, чтобы ей легче было вывозить сына за границу. Ведь они с Децилом не были официально расписаны. После смерти Децила Александр потребовал сделать анализ ДНК Антонию. Он не верил, что отец мальчика именно Кирилл. Экспертиза показала, что Кирилл Толмацкий действительно отец Антония. Но даже после этого отношения дедушки и внука не наладились. Сын Децила тоже занимается музыкой. Надоели метафоры и афоризмы. Надоело нервничать и кричать. Но Александр не поддерживает его начинание. Говорит, Антонию от него нужны только деньги. Он для меня посторонний человек. Более того, после того, что он наговорил каких-то гадостей, глупостей, но для меня отсутствует как человеческая единица. Увы, то же самое Кирилл Толмацкий говорил при жизни про своего отца. Он его так и не простил. Децил жил не так, как отец. Думал не так, как отец. И даже любил не так, как он. Александр Толмацкий всегда легко заводил романы с женщинами и не скрывал этого. А вот Децил оказался однолюбом. Децил почти 15 лет прожил со своей гражданской женой Юлией. Он никогда не выносил на публику их отношения и не давал повода для сплетен. Певец все делал для семьи. Чтобы обеспечить ее, соглашался на любую работу. Перелетал из одного города в другой, не досыпал. Позже все это отразилось на его здоровье. По слухам, Децил тратил свое здоровье еще и на наркотики. Надоели эти игры крупной корпорации, Надоели кризисы и инфляции. Слухи по поводу того, чтобы Кирилл что-то употреблял, находятся на уровне слухов. У вас есть какие-то видеопленки, доказательства, что человек это делал? Нет. Соответственно, на нет и суда нет. Децил стал звездой всего в 16 лет. Его песни входили в чарт МТВ. Ему вручали премию в Нью-Йорке. Но после ссоры с отцом-продюсером от карьеры Децила не осталось и следа. Он пропал из поля зрения слушателей почти на 15 лет. Ходили слухи, что Децил плотно сидит на наркотиках. Поэтому, мол, изгубил карьеру. А там, допустим, если брать траву, я не считаю за наркотик. Я считаю, что в 30-х годах, в 36-м России, вытянули на конопляных веревках и семенах. Кирилл Толмацкий выступал за легализацию легких наркотиков и посвящал этой проблеме песни. Надоели водки, надоела водка, надоела пропаганда в новостных сводках. Бурные 90-е и нулевые прошли в дыму марихуаны. И от этого страдало сердце Кирилла, который не спал по ночам и никогда не ходил к врачам. Нет времени для сна, успеешь отоспаться. Сегодня мафия устраивает танцы. Кирилл Толмацкий утратил славу. Жил очень трудно, но на жизнь в последние годы смотрел всегда трезвыми глазами. А когда война кончится, Кирилл приехал в Ижевск на вечеринку в честь дня рождения городского автодилера. Он выступал в местном лаунж-баре. В программе был диджейский сет и несколько песен. Вот оно, последнее выступление Децела, снятое поклонником на телефон. Буквально через 10 минут после того, как были сделаны эти кадры, у Децела отнялась рука. Посетители клуба вспоминают, что друг Кирилла подходил к бармену и просил обезболивающие. Через полчаса этот же друг выскочил в зал и закричал, что нужна скорая помощь. Когда приехали врачи, Кирилл был еще жив. Его пытались реанимировать. Кирилл Толмацкий умер, не приходя в сознание, от сердечной недостаточности. Ему было всего 35 лет. Человеческая жизнь, она такая хрупкая, да? Вот, то есть раз и все, и нет. После смерти Децела сразу появилось несколько версий его гибели. Одни фанаты уверены, Децел стал жертвой проклятия телешоу «Последний герой». Там снимались Сергей Бодров, Жанна Фриске и Крис Кельми, которых тоже больше нет в живых. Другие поклонники Децела и вовсе считают, что он жив. Просто инсценировал свою смерть, а сам уехал жить на далекий остров. Посмертная экспертиза не нашла в крови певца запрещенных веществ. Он просто загнал себя. Кириллу надо было кормить семью. Он вынужден был постоянно ездить по стране с концертами. Не досыпал. Вот сердце и не выдержало. Он как-то жаловался, что, мам, что-то у меня болит. Рука, нога. Я думаю, может, к врачу. Он говорит, да нет, это неврология, много работы, нервная работа, нагрузка большая. Большая нагрузка. На прощании с Децелом его отец плакал у гроба. Что-то шептал сыну и гладил его по голове. Говорят, Децел предсказывал свою кончину. Считал, что до старости он не доживет. По крайней мере, в своих интервью он нередко говорил о смерти. Слушай, ну, при моем положении смерть боятся. Это, знаешь, это тогда уже никуда не выходить. Столько людей, которые хотят у него зла причинить. Я боюсь смерти из-за того, что существуют некие родные, мама, папа, бабушка, дедушка, которые очень расстроятся. Всю свою сознательную жизнь Децел не общался с отцом. Этот конфликт стоил ему карьеры и по сути жизни. Они так и не успели помириться. Александр Толмацкий говорил, что им с сыном не хватило совсем немного времени. Еще бы чуть-чуть, и они бы поговорили. И кто знает, как бы все повернулось. Если он так и не поговорил, в общем-то. И Ира говорила, что он все вот был на пороге того, что все-таки он, я думаю, сам переживал тоже всю эту ситуацию. Они обсуждали это, и он все-таки говорил, ну да, наверное, там, мне надо все-таки с отцом начать общаться.